Так, приветствую всех на моем канале. Это видео особенное. Мы тут начали разговор с Нобратан, и мне пришлось, в общем, записать. Следующее. По поводу того, а куда же теперь бежать всем фанатам сказаний, которые любили Астерию или любили сказания. Здесь ситуация такая. После RM3, в которой вы как протаг создаете их новое будущее, то есть выступаете в роли Демиурга вместе с вашей сестрой, которая Лазарес, вот ее документ, было две мобильные игры – Линк и Астерия. И, да, вам не кажется, Миклео-1, Миклео-2. Это с вами прощается астерийский каст, который жил в мире Астерии. Нам предначертано вот эта вот миграция. Понимать ее в буквальном смысле, конечно, по сюжету не стоит. По геймплею, да, Астерия будет доступна для чтения из лучей, то есть они планируют, что лучи поживут. Иначе какой смысл сейчас им тратиться на геймплей? Они сейчас будут пытаться переманить фанатов Астерии в лучи. Проще говоря, они попытаются не повторить ошибку Кристория. Потому что когда у нас была Астерия, Кристория и лучи, Кристория была, понятное дело, самая овно. И на фоне этого я защищала даже лучи. Ну и, в общем, какая участь постигла Кристорию, вы знаете. Теперь 9 лет у нас развивался вот этот сюжет. И, как вы знаете, Астерия кончается тем, что Тирук нас покинул. Отправился в какой-то следующий мир. Типа в этом мире он свою миссию выполнил. Все сшилось воедино. Как вы видите, Калет у нас жрица Лазарес. И здесь начинаются очень большие проблемы. Потому что люди, видя те же самые лица, начинают сюда тащить сюжет материнок. Это делать категорически нельзя. Люди, видя те же самые лица, начинают сюда тащить сюжет Линка. Линка, чего, как оказалось, делать тоже категорически нельзя. Потому что там разные карты мира. В любом случае, были. И прямое взаимодействие Линка с Астерией началось именно после того, как все сшилось воедино в наш общий новый мир, в котором кончается Астерия. Кому не нужна вся вот эта вот кроссоверная мура, которая сейчас нужна всей Японии, имеют вот эту сторону вопроса. Но опять же здесь начинается проблема, что авторы берут за основу отнюдь не игры, а какой-то другой лор, известный, завязанный очень круто на реальную мифологию. Поэтому хотите персонажей настоящих, какие они для автора, если их из родных миров куда-то пригласить, вам сюда. Сейчас вот Баратан как раз задавала мне вопрос, что так мучиться сейчас с этой висперией, когда фаната МАЕ, в общем, лор сказаний не нужен. Но тема этого видео была «В чем опасность дерьмовых пародий?» Опасность дерьмовых пародий вот в чем. Лучи есть за что, скажем так, оценить с точки зрения сюжета, но их внутреннего. И частью этого сюжета является «Дикий степан самим собой», потому что принцип этих всех отражений такой, что вот именно, что нечего на зеркало пинать, коль рожа крива. У Лучей свой серьезный сюжет. Но они стебут все, что можно, кросятся со всеми возможными и невозможными пародиями, начиная от Гентамы. Когда фан-база такого подхода перерастает в фан-базу АЕ, обо всех начинает складываться неправильное мнение и неправильные ожидания, и когда все начинает развиваться, логично, как в случае, например, с «Я уже сбилась со счету, сколькими Юрия», это начинает вызывать горение. у тех, кто просто не может понять, что есть несколько персонажей, которых зовут одинаково. И все построено на том, что все их путают, что они сами там путаются. И что это все еще обосновано мифологией. Поэтому здесь начинается проблема. Как объяснить, что вот это безобразие никоим образом не относится сюда? Оно сейчас не относится сюда. Авторы могут в любой момент придать вот этой штуке слишком большой вес и утопить вообще все. Вот этим вот опасные дерьмовые пародии. Поэтому когда начинают явно грубо высмеивать то, что дорого, и давать совершенно не то, фан-база, конечно, должна реагировать сразу, незамедлительно. Но они это делали из-под тяжка. Две висперии, две невинности. Все вот эти параллели и возможности потом, введенные с ксилий. В результате здесь приходится бороться с теми, кто считает, что сказания реально не связаны друг с другом, потому что, да, даже в самой Астере они сказали, что действительно куча разных миров шилась в один. Все. Все довольны. Понимаете? Здесь теперь все и все. Затертые и перетертые так, чтобы ни у кого это все не вызывало вопросов. И, конечно, лор по возможности выправлен под другую планету. То есть, когда люди приходят и начинают, что, например, вот Люк, а вы знаете, что, например, Люк – это на самом деле реплика Аша, я скажу, нет, уважаемый Люк, ему родной брат, а бездну выдержать при себе. И буду права. Кто собирается спорить, смотрим на двух Миклео и на колец жрецу Лазареса. То есть, куда сейчас всем идти, если действительно ничего они не предложат лучше, чем лучи сейчас на фестивале? Сюда, но с правильным подходом. То есть, пока предоставить все Урие и группе зачистки. И потихонечку знакомиться с местными персонажами, вроде вот этого вот Бальдера, который будет нам очень важен, и прикидывать по мифологии, как может пойти, потому что там высокий возрастной рейтинг может стать действительно очень, даже если не больно, то противно. Надеюсь, я ответила на вопрос, чем опасны дерьмовые пародии. когда на них не написано жирно, что это дерьмовые пародии, и воспринимать их серьезно не следует. Серьезная часть на канале осталась вот. Лор расширен сказания очень глубоко. Весперия там все очень серьезно прописано по материнской планете, и они там зажимают друг друга по лору теперь с этой башней. что еще надо, если добавить, напишите, пожалуйста, в комментарии, я постараюсь ответить. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...